Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Мужчина признался в предательстве, без подробных рассказов и прочего, спускал несколько дней после того, как не ночевал дома. Несколько дней до признания он молчал, ничего не объяснял, был рядом, если плакал, просил не уходить, но никакой конкретики не было. При этом говорил, что ему очень тяжело, и что он хочет быть со мной, но не знает как, что я идеально во всех отношениях его устраиваю, и что проблема в нём. Я от него съехал, он сказал позвонить, всё проясни через месяц, что нужно будет поговорить в любом случае. Что это может означать, что это ждать, или можно уже признать, что это разрыв. Я так и остался в подвешенном невидении. Я не старался манипулировать, он бросил время, мне было сложно наблюдать, как он прячет свой телефон и постоянно переписывается с кем-то, и не может дать конкретного ответа на вопрос, хочет ли он быть со мной. Ну, смотрите, вы съехали, так или иначе. Решение это ваше. Поэтому... Основная проблема, которую вы здесь раскрываете, заключается в том, что вы не опираетесь на себя. То есть, грубо говоря, вы ждёте определённости от мужчины. Сами ничего для своей определённости не делаете. Понимаете? Для того, чтобы вам не быть в подвешенном состоянии, нужна чёткая система ценностей и приоритетов, а также доверие своим чувствам. Ну и, как бы, восприятие реального мира. Реальный мир таков, что вне зависимости от того, почему мужчина вас предал, что вообще вы понимаете под предательством. Вот, потому что... С точки зрения психологии, например, предательства в личных отношениях как-то нет. Если люди совершают какие-то не очень хорошие с точки зрения партнёра вещи, это следствие кризиса определённого, это следствие изменений, которые произошли, но которые люди не заметили. Вот. Как бы... Вам необходимо посмотреть на то, что для вас означает предательство, то есть, какая у вас, как бы, на этот счёт позиция, и какую цену за эту позицию вы готовы заплатить за то, чтобы остаться при своей позиции. Ну, то есть, например, если вы считаете, что это предательство, а предательство можно простить или нет? Хотите вы простить или нет? Можете ли вы простить или нет? Вот какой важный момент здесь. Так вот, предательство есть следствие кризиса в ваших отношениях. И работать нужно именно над ним, над кризисом. Если мужчина не хочет, например, этого делать, то это нужно делать вам. Вам самой. Это, ну, как бы, крайне желательно делать вам самой. Если мы говорим, именно, повторюсь, о кризисе и желании сохранить отношения. Но это желание ваше. Вы же, как будто бы, смотрите только на человека. вы смотрите на мужчину, как будто бы. От него, как будто бы, все зависит. Понимаете? какой здесь момент. Но зависит-то еще вообще-то и от вас. никто не говорит о том, что предательство не может быть травмой. Поэтому травму вам нужно прожить. Делать это лучше всего со специалистом. Имеется в виду с психологом. Чтобы травма не мешала вам двигаться двигаться в отношениях туда, куда вы хотите. Чтобы не влияло скажем так, на ваше поведение. Сейчас, сейчас, по моим разрешениям, это влияние присутствует. Вот. Далее. Компакт. Компакт. С собой. Важный элемент для жизни вообще и для построения отношений с счастливым. О чем здесь идет речь? речь идет о том, что вы не доверяете себе. Речь идет о том, что вы опираетесь на мужчину. и речь идет и речь идет о том, что возможно, возможно, именно это в какой-то степени стало причиной, почему человек поступил так, как он поступил. ну, я имею ввиду, как вы говорите, вас предал. конечно, она формулировка вызывает вопрос и довольно серьезно. Потому что предательство бывает, как правило, тогда, когда человек чего-то ожидал. вот вы скорее всего чего-то ожидали. Чего-то такого, что не было реальности. теперь вы разочаровались и не знаете, как с этим обращаться. Вы пишите, что мужчина говорит, что вся проблема в нем, а вы идеальны. Подобно говорит о том, что человек рядом с вами чувствует себя недоступным вам. интересно, почему. Этим тоже нужно разбираться. Как видите, много вопросов. И особый интерес представляет ваши вопросы. Вы спрашиваете, что это может означать, стоит ли ждать или может уже признаться, что это разрыв. откуда мы знаем Лариса? Мы не предсказываем будущее. Если бы вы рассказали поподробнее о человеке, мы могли бы предположить с некоторой долей вероятности, что это может означать, исходя из его личности. Но вы и этого не рассказали. тот факт, что вы не опираетесь на себя, говорит о том, что вам сложно выразить свои чувства и переживания. это значит, возможно, ну, человек не воспринимает вас такой, как вы есть, не видит вас такой, как выезд. Отсюда и идеализация. А я вам раскрою немножечко поподробнее тему с манипуляцией. Вы пишите, я не старался им манипулировать. Ну, старались или не старались, это не так важно. Это манипуляция. Важнее другое. Когда вы съезжали, вы хотели съехать? В момент, когда вы съезжали, чего вы хотели? Вот честно ответить себе на этот вопрос. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Обращайтесь.